Сегодня в разделе «Криминальная хроника» мы познакомим вас с главным хроником-криминалистом нашего города. Хорошо. Можно, значит, приступать? Что? Вот скажите, пожалуйста, вот как вы вообще относитесь к музыке, к песням? Что была бы песня «Статья найдется»? Что? Была бы песня «Статья найдется»? Что вы имеете в виду? Еще раз. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, например, берем песню «Бери шинель, пошли домой», это статья 241-я Уголовного кодекса. Да, это дезертирство. Да что вы говорите? Да. А что, так можно с любой песней? Да любую, любую. Да? Они все такие. Их все можно подвести под статью. Но вот если такая песня, допустим, «Биллом иномат» и «Березовым прутом». Уберите руки! Это 106-я статья Уголовного кодекса «Умышленное телесное повреждение». Хорошо, а вот такая, выхожу один ее на дорогу. Мы это, 142-я разбой. И если ты меня разлюбишь, в тот же вечер я умру. Была такая песня? 99-я статья «Доведение до самоубийства». И за борт ее бросаю. Есть и такая еще. А это 228-я статья «Загрязнение водоема». Да что вы говорите? Ох, а вот такая, допустим, «Паренек кудрявый прошептал мне на ухо». 206-я «Хулиганство». А вот такая. «Подари мне платок, голубой лоскуток». 171-я «Провокация взятки, 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 взятки». Ну, а допустим, «Ты казала, приди в среду». 178-я статья «Заведомо ложные показания». Ну, а вот допустим, «Ты покинул берег свой родной». Самая тяжелая, тяжелая статья. Это 56-я «Измена Родины». А, ладно. Я понял, что у нас сегодня очень не получится этот разговор. Хватит, что ли? Хватит? Хватит. Хватит. Отпустите руки, руки. Открутите камеру. Прекратите съемку. Съемку прекратите.